в этом году 1 сентября для меня хороший день я могу сама отвезти детей в школу год назад из-за рабочего визита мне пришлось пропустить их линейку а ведь я годами была мамой которая всегда дома и всегда с детьми и сейчас любой момент когда я не работаю провожу время с сыном и дочкой несмотря на трудное время это что они знают где их папа я стараюсь беречь их детство и поэтому конечно многого им не говорю но я хочу сказать поэтому пусть это будет моими словами вам дорогие мои огни и корней я не знаю когда вы посмотрите это видео целиком понимая что происходило во время его записи но надеюсь вы сможете понять почему мамы и папы порой не было рядом когда мы были нужны вам берегите друг друга сложнее всего оказаться в одиночестве но если вы сохраните тесную связь то никогда в жизни не будете одни и даже в трудные минуты будете чувствовать поддержку не переживайте о том что может случиться в будущем вряд ли вы сможете предугадать то как повернется ваша жизнь по крайней мере ваша мама и папа точно не могли и помните даже если сейчас вам кажется что вы чего-то не можете или не умеете это исправимо вы гораздо сильнее и талантливее чем кажете себе и вы заслуживаете любви не за хорошие оценки или правильное поведение а всегда и без всяких условий уважайте чужой опыт и не бойтесь просить совета и помощи цените тех кто уважает вас и может научить вас новому но не слушайте тех кто принуждает вас во что-то верить или что-то любить вопреки вашим убеждениям не бойтесь изменений они всегда приносят новые вызовы и ответственность но вы справитесь с ними и когда вы приведете своих детей в школу у вас не появится чувство знакомого нашему поколению что с момента когда мы были школьниками до ваших времен школа вообще не изменилась цените то что происходит с вами прямо сейчас вам не нужно объяснять что такое добро и зло потому что вы очень рано увидели это своими глазами вы уже знаете что такое боль от того что папа в заложниках но папа всем сердцем хочет чтобы вы даже в сложные времена находили и моменты счастья не стесняйтесь мечтать и хотеть большего мир действительно открыт вам но покоряя его сохраняйте связь с домом а дом это и улицы на которых вы делали свои первые шаги и любимые бабушкины блины и лучшие друзья учитесь чтобы сделать свою жизнь и свой дом лучше цените свою спадшину мужа калибра сгады вы будете глядеть гэта виды мужа усеусем и будем размовлять на мове и вы будете раить мне якие белорусские книги почитать и якой белорусская кино паглядеть мои родные корней и агния я не знаю сколько вам будет когда вы осознаете все эти слова но все через что мы с вами проходим сейчас это ради того чтобы вы могли жить дома планировать свое будущее и в любой момент могли обнять папу тогда я буду знать что мы все сделали правильно